Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Костанай программа «Я умею». С вами ведущая Анастасия Серикова. И следующие 20 минут пройдут интересно и увлекательно, потому что в гостях у нас очаровательная девочка Соня Мирошниченко. Соня, привет! Привет! Слушай, ну рассказывай. Вот сколько тебе лет? Пять. Пять? Сонечка, можешь на меня смотреть. Можешь смотреть на меня. Смотри, пять лет. Ты уж такая взрослая. Ты куда-то ходишь? В садик ходишь? В студию. В студию. Такая ты умничка. В эту. В эту. Хорошо. Ладно. Тогда я хочу у тебя спросить. Как ты думаешь, что такое семья? Это дружба. Это когда любят друг друга. Любят друг друга, да? Молодец, хорошо. Хорошо. А расскажи о своей семье. Кто у тебя в семье есть? Мама, папа, частонка и я. И я. Большая такая семья? Четыре. Четыре человека? Да. Слушай, ну ты молодец. Хорошо. Я вот вижу, ты сегодня пришла с рисунком. Да? Давай покажем нашим телезрителям твой рисунок. Покажем? Да. Давай. Смотрите, какая красота. Соня, ну ты мне расскажешь сейчас, кто там нарисован. Да. Да? Хорошо. Давай, рассказывай. Это кто? Это я. Это ты? Да. Так, а это? Это моя мама. Мама. Красивое маме платье, да, нарисовала? Каким цветом? Розовый. Это твой любимый цвет? Нет, у меня другие цвета есть. Еще другие цвета есть. А это кто? Такой маленький маленький. Это Аня. Аня. А кто такая Аня? Это у меня такая сестренка. Сестренка? А сколько Ани годиков? Один. Один? Да. Ну надо же. А это кто? Папа. Папе тоже модный костюм нарисовала, да? Да. Это что, свитер? Это футболка. 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 А это такие брюки или джинсы? Это... 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 Это я не знаю, что это. Это какие-то модные штаны? Да. Да? Соня, ну расскажи, как маму зовут? Маму Настю. Настя, хорошо. Как вас? Как меня, точно. Слушай, а папу как зовут? Мирон. Мирон. Хорошо. Смотри, а вот есть ли у вас какие-нибудь семейные традиции? Вот что вы вместе делаете, всей семьей? Завтракаем вместе. Слушаем музыку, танцуем под нее. Ух ты. На велике вместе катались раньше. Ух ты. Слушай, как классно. А как вы завтракаете вместе? Вот ты готовишь что-то, маме помогаешь или как? Ну, один раз я... Так, что-то... Ну, маме не помогаю готовить. Ну, один раз приготовила в Алма-Ате завтрак, маме. В Алма-Ате? Да, только я газом не пользуюсь. Правильно. Ну, один раз папе помогала. Папе помогала? Да, еще два раза папе помогала. А ну-ка расскажи, почему нельзя пользоваться газом детям? Потому что это опасно. Без присмотра, без разрешения родителей нельзя. Нельзя, да, Соня? Да. Слушай, ну, молодец ты, ты такая умная. Это тебе мама рассказала или ты сама знаешь, что нельзя пользоваться газом? Сама. Сама. Молодец, молодец. Соня, ну, а еще такой вопрос. Вот ты сказала, вы завтракаете вместе, так? Да. А еще раньше вы катались на велосипеде, хорошо, да? Угу. Ну, расскажи подробно, расскажи, да. А о чем рассказываешь? Подробнее. Вот, ну, как вот вы катаетесь на велосипеде, гулять идете? Ну, раньше мы ходили гулять, а я у папы была на велике сидела. Да? Теперь у нас Аня, я туда не влезаю, поэтому Аня у нас там. Так, это там какое-то там, это где? Это какое-то волшебное место на велике, что ли, есть? Нет, посидение для детей. Сидение для детей? Да, такая сидушка специальная. Ага, то есть ты там сидишь? Да, сидела. Сидела. А теперь нет, у меня теперь свой велик. Свой велик? Тебе велик купили? Да. Дай тебе руку пожму, я тебя поздравляю. Это мне мам, это мне на 8 марта подарили. Подарили? Мама подарила, что ли? Нет. Нет? Бабушка и папа. И папа. А бабушку как зовут? Бабушку-бабочка. Бабушку-бабушка? Да, просто, нет, бабочка, потому что у нас там две Иры были, и эту Иру, и вторую Иру, поэтому эту бабушку я назвала бабочкой. Слушай, бабушка-бабочка, у нее крылышки такие есть? Нет, у нее нет. Нету? Ее просто так зовут. Просто так зовут? Соня, ну ты молодец, ты такая вот креативная. Ладно, хорошо. А что ты еще сказала, вы вместе делаете? Повтори, завтракаете. Музыка и велик. Музыка. То есть вы поете? Нет, вместе танцуем под нее, излушаем ее вместе. Да? А какие у тебя там любимые твои песни? Зацепила, когда маленькая, и вот эта вот, вот эта, как там она? Гулен Кобяков. Только я ее раньше... Гулен Кобяков, Гулен. Только я ее раньше не знала. Влад Бумага, а как ты ее поешь? Гулен Кобяков, Гулен Кобяков. Ладно, та бумага, а бумага, а ты гель. А кто? А если кто-то красный, ему надо измениться. Ух ты! Слушай, а что значит, если ты красный, надо измениться? Это значит стать добрее. Добрее? Да. Ну а как ты считаешь, человек может быть злым? Ну, он может быть недостаточно добрый. Недостаточно добрый? Это как? Это когда он чуть-чуть много злой. Это когда у него зла много, а добра мало. А добра мало, да? Да. Сонечка, а почему такие люди бывают? Как ты думаешь, злые? Потому что их мало любят? Или потому что у них нет семьи, например? Почему вот люди бывают такие злые? Потому что на них внимания не обращают. Не обращают внимания. Да? Слушай, ну а что тогда делать? И не слушать. Что тогда делать? Больше внимания на них обращать, слушаться их. Соня, а как ты считаешь, у каждого человека должна быть семья? Да. Да? Молодец, ты правильно говоришь. Вот, смотри. Вот ты еще сказала, вы музыку слушаете. Я услышала такую песню. Ягода малинка, о-о-о. Давай ее споем сейчас. Готова? Да. Давай. Три, четыре. И ягода малинка, о-о-о. А дальше что? Кручет головой, залетает топ. Какая ты грустинка, холодная как Динка. Лобой глазами, влево, вправо, в потолок. Это как? Ну-ка давай, влево. Влево. Справо. Потолок. Хлопаешь только глазами. Ты можешь так хлопать? Да. Покажи. Я танец придумала под эту песню. Да? Ну-ка покажи, только далеко не ходи, вот тут на месте сможешь? А я и так. Или руками сможешь показать? Ягода малинка, о-о-о, ягода малинка, о-о-о, крутит головой, залетает в пол. Какая ты грустинка, холодная как Динка, хлопает глазами, влево, вправо, в потолок. Соня, научи меня, пожалуйста, как ты только что сделала. Вот так. Давай еще раз покажи. Ягода малинка, о-о-о, крутит головой, залетает в пол. А, в топ или в пол? В пол. В пол залетает? Ага, ладно, хорошо, дальше. Какая ты грустинка, холодная как Динка, холодная как Динка. Полот. Хлопает глазами, да? Хлопает глазами, лево, право, потолок. Ой, я же запуталась. Сложные такие движения сама придумала? Да. Да опять ты молодец. Смотри, а какую ты еще сказала песню? А, зацепила меня. А, да? Да. А ты знаешь, кто ее поет? Кто? Артур Пирожков. Певец такой. Пирожков. Фамилия такая у него, да, Пирожков? Да. Смешная. А зачем пирожки там нужны? Ну вот такая у него... Наверное, у него бабушка и мама пирожки петет хорошо. Наверное, садись. Слушай, ну, наверное, если у него была бы фамилия Чебуречков, она была бы смешнее, согласись? Да. Да? Чебуречка. Чебуречка, это что? Что за фрукт такой? Что за еда вообще такая? Чебуречка. Соня, ну вот, слушай, песня зацепила меня, она тоже такая классная, танцевальная. Там, по-моему, даже танец есть. Ты клип смотрела? Танец нет. Не смотрела. А у меня телефона еще нет совсем. Совсем телефон нет? Да. Ну, маму-то иногда, наверное, смотришь на телефоне? Нет, не смотрю. Я у мамы раньше в играх играла, а теперь нет. Нельзя, да, в много игр? Да. Мама мне больше не дает телефон. У нее два телефона. На телефоне нету, а на одном есть. То есть ты знаешь, в каком телефоне есть игры? Да, но этого телефона мама куда-то спрятала, и мне не дает. Вот так вот. А ты спрашивала, почему он тебе не дает телефон? Нет, не спрашивала. Не спрашивала? Соня, а какие у тебя любимые игрушки? Есть у тебя дома вот самые твои любимые? Вот у меня, например, была в детстве любимая игрушка кукла Барби. А у меня куклы. Куклы? И рисовать. И рисовать. Ну, судя по тому, что ты нарисовала вот такой красивый рисунок, я вот, я заметила, что у тебя огромный талант. А, кстати, почему небо голубое? Потому что он всегда голубой. Потому что он всегда голубой? Да. А вот это тут солнышко нарисовала? Да. Ты любишь теплые деньки? Да, только не жаркие. Только не жаркие? А почему? Потому что жаркие тоже не нравятся. Не нравятся? Не нравятся нормальные деньки. Нормальные? Смотри, Соня, а вот почему здесь все желтое? Это что? Это поле? Это, нет, это солнце просвечает. Солнце, ничего себе. То есть, солнце так ярко светит, что освещает весь тротуар, да? Всю дорогу? Да. Ух ты. Слушай, ну как ты хорошо придумала. Ну, ладно, Соня. А вот ты сказала, любимая игрушка у тебя кукла. Да. А как зовут твою куклу? А их никак не зовут. Ты не давала им имена? Нет, не давала им имена. А почему? Ну, у некоторых есть, потому что они из мультиков, а у некоторых нет. Нету? Соня, а чем ты еще любишь заниматься в свободное время? Рисовать люблю. Попыт играть. Попыт, это вот такие штучки новые, да, и хлопать нужно. Да, на их хлопать, а потом с другой стороны хлопать. Да? Да. Интересно играть? Да. Ты со мной когда-то поделишься, дашь поиграть. А у меня сегодня его нет. Нету, да? Ну, ладно, хорошо. Соня, ну скажи, а есть у тебя самые твои любимые блюда? Ну, что ты больше всего на свете любишь кушать? Вареники с сахаром и как там, с вишней. С вишней? Да. Ух ты! У меня папа такое готовит. Ну, надо же! Вкуснятина. Вы всей семьей готовите все-таки, получается, да? Нет, не всей семьей. Смотри, мама готовит, ты помогаешь. Иногда помогаю. Иногда. Папа тоже готовит. Анечка только еще пока не готовит, но скоро будет. Да, потому что ей один годик, она ничего не понимает. Она к вам в студию даже не может ходить, пока она вас не поймет. Да? Слушай, ну какая Анечка молодец. Смотри, а ты с Анечкой играешься? Да, иногда играю. А во что ты играешь с ней? Во что? Пугаю. Пугаешь ее? Ну, это ты, она любит, когда бул говорят ей, гав-гав. Это так. Покажи, как ты это делаешь. Бу! Прям так, бу! Да. Она не боится? Нет. А что она делает, смеется? Да. Да? Ты ее смешишь, что ли? Да. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Гав еще вот это говорю. Гав просто. Ей это нравится, она к этому смешится. Соня, смотри, у меня еще один такой вопрос к тебе. Как ты считаешь, девочки должны носить и любить платьишки? Да. Да? Потому что они настоящие принцесски? Да. Да? А ты бы хотела стать принцессой? Не знаю. Ну, а что вообще должна делать настоящая принцесса? Вот как ты считаешь? Быть доброй. Так, хорошо, молодец. А еще что должна делать принцесса? Принцесса должна давать радость. Радость. А принцесса может кого-нибудь ругать? Нет. Ну, а если этот кто-то плохо себя ведет? Ну, да. Но я бы лучше умереть, чтобы... А я знаю, что еще принцессы, они как управляют целой страной. Да. Да? Это правда? Да. Только я не видела еще ни разу ни одной принцессы и принцы. Почему? Не знаю, потому что я, наверное, еще маленькая, не могу сама путешествовать. Да? Ну, а ты хотела бы сама путешествовать? Не знаю. А у тебя есть такой большой-большой чемодан для путешествий, куда можно складывать все свои платья? У меня есть один чемодан только. Один? Да. Какого он цвета? Да. Он с принцессой. С принцессой? Да. Ну, значит... С храброго сердца. А, это с храброго сердца. Ну-ка, давай вспомним этот мультик. Как звали главные принцессы-то? Не знаю, как ее зовут. Храброе сердце или все-таки холодное сердце? Не знаю. Эльзу? Эльзу ты знаешь? Да, Эльзу знаю. Эльза тебе нравится? Да. А она принцесса? Да. Да? Нет, она королева. Она королева. А в чем разница между королевой и принцессой, Соня? То, что королева управляет миром, а принцесса дает счастье. Значит, королева, она немножко строже, да, Соня? Ну, да, она строже. Она может наругать? Да. Может наругать, да? Да. А принцесса, она не ругает? Нет, принцесса счастье дает. То есть вот она такая добрая-добрая, да, эта принцесса? Да. А во сколько лет девочка может превратиться в принцессу? Когда она уже вырастет. Вырастет? Это совсем-совсем высокая станет? Большая-большая, да? Нет, обычная. Обычная? Обычная и взрослая. Ну, ладно, хорошо. Вопрос такой. А я могу стать принцессой? Да. Да? А что мне для этого нужно сделать, Соня? Прихорашиваться каждый день. Прихорашивать? Расчесывать волосы. Расчесывать волосы. Так, еще что? Сделать себе замок, огромный-огромный замок. А чтобы построить вот этот вот огромный замок, нужно ведь много-много денег? Или кто-то бесплатно может построить мне такой замок? Нет, надо позвать строителей, дать им деньги, чтобы они построили нам замок. Слушай, и тогда в моем большом замке кто будет жить? Моя семья и я? Да, наверное, если вы туда их приглашите. А если я туда их не приглашаю, одна что ли буду жить? Ну, я... Что мне вот делать, чтобы не скучать? Звать других гостей. Гости? Ну, значит, все-таки лучше жить с семьей. Да. Да? А у тебя много друзей, Соня? Не знаю. У меня там Злата, Ира во дворе есть, Ульяна, София. Это все твои подружки? Да, у меня есть Лиза, Катя. У меня их много. Из другого дома, из моего двора. Ух ты, какая молодец. Молодец. А с мальчишками ты дружишь? Да, но с некоторыми нет. А почему? Потому что некоторые мне не нравятся. Не нравятся? Да. А почему они тебе не нравятся? Не знаю, потому что они, наверное, много болтают, кусаются, дарываются. Кусаются? Ох уж эти мальчишки. А некоторые у нас бутылку забрали у нашей подружки Иры. Она мастер по катанию, по карусели, у нее же голова отлетает. Ого, голова отлетает от того, что она на каруселях катается? Да, она сильно крутится, реально. Соня, ну дай пять, мне с тобой очень понравилось беседовать. Соня, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты пришла к нам на эфир. Большое тебе спасибо, ты такая умничка. Ты молодец, правильно сказала. Семья действительно это очень важно и должна быть у каждого ребенка на земле. Сонечка, спасибо тебе. Дорогие телезрители, ну а наше время эфира подошло к концу. С вами была Анастасия Серикова. Слава Богу, на здоровье. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!